Журналистика это очень интересная профессия. По роду своей работы мы много где бываем и много что видим. Но на локациях мы обычно готовим материалы к эфиру и у нас просто нет времени подробно все изучить и рассмотреть. Но в музее ядерного оружия решили эту ситуацию исправить и пригласили саровских журналистов на интеллектуальный квест. Две команды, шесть танцы и вопросы и задания на знание истории города и атомного проекта. За час саровские журналисты ближе познакомились с экспонатами музея ядерного оружия. Чтобы пройти все испытания нужно было не только вспомнить чему учили в школе, но и проявить свои творческие способности и внимание. Интересно было посмотреть экспонаты поближе, когда здесь нет толпы посетителей и ты сам в роли человека, для которого проводят мероприятия. Были интересные вопросы. Вообще спасибо большое ядерному центру и сотрудникам музея за то, что они организовали такое мероприятие для нас. Пресс-служба в НИЭФ решила организовать такое мероприятие для журналистов впервые. Но для музея ядерного оружия подобные интеллектуальные квесты – дело привычное. Студенты, школьники, молодые специалисты и гости города уже давно знакомятся с экспонатами именно в таком интерактивном формате. Это альтернатива экскурсии, потому что нужно развиваться дальше, потому что приходит молодежь, потому что стоять и слушать – это скучно, а вот если еще и самим поучаствовать. А порой мы применяем здесь и мастер-классы по нашей теме, как ни удивительно. Все это себя оправдывает. Квест – это соревнование, и одна из команд оказалась быстрее. Но без подарков не остался никто. Каждый из участников получил сувениры с символикой «Рфятсвнеев» и именные грамоты в память о мероприятии. Организаторы подошли очень творчески к этому приключению, очень информативно. Мы все загорелись. Наша команда называлась «Физики», хотя, конечно же, никто из нас к физике профессионального отношения не имеет. Но действительно было очень интересно. Такие мероприятия – это в первую очередь возможность журналистам в неформальной обстановке пообщаться друг с другом и с представителями пресс-служб города. Поэтому «Рфятсвнеев» планирует проводить подобные творческие встречи регулярно.